здравствуйте в эфире очередной экстренный выпуск новостей несколько важнейших событий которые случились к этому часу на донбассе дорогие мои украинцы я и обещал снова на связку я буду еще годы не поведомляти вам актуальную достоверную информацию зараз нас атакуют не лише бомбы али и фейки важливо отримувати правду зофицийных джерел президент украины владимир зеленский записал новое видеообращение он призвал украинцев не поддаваться панике и заявил что ведет переговоры с лидерами запада о создании цитата антипутинской коалиции на данный момент на украине продолжаются обстрелы так ракетный удар был совершен по аэропорту города иваново-франковск также в сети оказались кадры из калиновки виневской области там по неподтвержденной информации снаряды попали в военный склад всего по словам советника мвд украины антона герасченко взрывы и обстрелы происходят в 17 регионах украины в одесской области на момент подготовки выпуска к эфиру в результате обстрела погибли 6 человек 7 получили ранения еще 19 числятся пропавшими без вести сообщается что в мариуполе погиб один человек двое получили ранения один человек погиб в броварах киевской области пятеро пострадали один человек 17-летний подросток погиб в херсонской области также уточняется информация о раненых и погибших в результате удара по пригороду харькова связи с этой ситуации европейское правительство готовит для россии новые санкции глава еврокомиссии заявил что они затронут стратегические секторы экономики страны и заблокируют доступ к ключевым технологиям и рынкам однако несмотря на угрозы наши политологи считают действия властей оправданными да мы теперь будем находиться в режиме осажденной крепости да у нас теперь будет скорее мобилизационная экономика но режим вставания с колен режим отказа от того что все равно нас не воспринимали своими естественным и это к сожалению единственная логика по информации властей лнр города счастья и станица луганская перешли под их контроль однако украинская сторона назвала это фейком цитата в ису и батальон полиции луганск один держит оборону взорван мост через реку северный донец чтобы вражеские танки никуда не прошли также народная милиция днр сообщает что в горловке в результате артобстрела вооруженных сил украины один мирный житель погиб и пятеро ранены помимо этого в днр заявили что украинская артиллерия прикрывая отступающие подразделения целенаправленно бьет пожилым районам республики тем временем заявлением о военной помощи украине выступила мид британии цитата украина не член нато но мы будем помогать им в самозащите генштаб вису сообщил о том что в районе краматорска сбит еще один самолет ввс рф по версии украинской столицы это уже шестой подбитый самолет минобороны рф потери самолетов до сих пор отрицает также генштаб сообщил что под харьковом были подбиты четыре российских танка в погранслужбе украины тем временем сообщают что со стороны белорусской границы атакует авиация и техника без опознавательных знаков президент беларуси александр лукашенко заявил что военное руководство украины было предупреждено о возможной российской спецоперации но не предприняло никаких шагов погранслужбе украины тем временем сообщают что со стороны белорусской границы атакуют авиации техника без опознавательных знаков президент беларуси александр лукашенко сообщил что военное руководство украины было предупреждено о возможной российской спецоперации но не предприняло никаких мер пока это все актуальные новости к этому часу мы продолжим следить за ситуацией